я рад вновь приветствовать всех своих зрителей напомню что вчера я промыл и замочил зерно в перекиси водорода прошло 12 часов и сейчас я солью этот раствор и вы увидите какая получилась вода после того как в ней вымачивалось зерно уже сейчас можно видеть что вода помутнела она стала с рыжеватым оттенком а зерно немного уже разбухло сейчас солью все в сито потекла такая ржавая жидкость сейчас вновь зерно тщательно буду промывать раза на два даже образовывается такая пена помешаю все хорошо после 2 промывки вода уже более-менее чистая сейчас опять также налью литров 5 воды и уже буду добавлять соду все вода чистенькая сейчас это ведро пока отставлю то же самое проделаю со вторым ведром водичкой в ведрах вновь чистенькая зерно в ней просто сверкает теперь можно добавлять соду соды хватит по одной столовой ложки на ведро главное теперь хорошо размешать периодически помешивать в течение 12 часов чтобы зерно не застоялось чтобы она друг об друга шоркалась мылась купалась и вымывалась вся патогенная микрофлора от этого зависит будущий урожай сейчас ведро уберу в прохладное место где-нибудь на полу и пусть настаивается 12 часов по прошествии этого времени покажу что получится незаметно промчались 12 часов сейчас покажу как выглядит пшеница в содовом растворе я так изредка подходил помешивал вот какой мутный опять желтый раствор сейчас опять раза на два промою ну все я думаю пшеница идеально чистая чтобы всю воду хорошо слить воспользуюсь еще вот таким ситом дам хорошо стечь воде чтобы на дне ее не было потому что в таком виде пшеница будет еще ведре находиться 12 часов пока она не проклюнется и не появятся маленькие росточки уже только после этого я еще раз промою и потом буду раскладывать на поддона пока пшеница находится в ведре и прорастает проклевывается необходимо будет ее периодически подходить и вот так встряхивать чтобы она не залеживалась и над ней не задохнулась все подошли вот так встряхнули и пошли дальше свои дела делать а на этом все до новых встреч следующем видео буду раскладывать пшеницу на поддоны